В далеком 1961 году во Всемирном фонде дикой природы выбрали своим символом большую панду. Основатели хотели, чтобы логотип был понятен и узнаваем во всех уголках мира, и черно-белый медведь как нельзя лучше подходил на эту роль. Сегодня эти очаровательные любители бамбука по-прежнему помогают странам и народам объединяться и укреплять сотрудничество. И такое партнерство даже обрело свое название – панда-дипломатия. Но, конечно, больше всего международному сотрудничеству по сохранению этого редкого вида рады зоологи. Они уверены, что совместная работа по защите больших панд воплощает дух мира и дружбы между всеми континентами. Благодаря этому мы передаем культурную концепцию мира, сотрудничества и защиты окружающей среды на межгосударственном уровне. Одновременно стимулируются обмены между народами Китая и стран-партнеров. В последние годы число больших панд, которых отправляют погостить в заграничные зоопарки, значительно увеличилось. В Поднебесной систематически совершенствует механизм управления международным сотрудничеством в этой сфере. Китайские эксперты оказывают регулярную практическую помощь иностранным специалистам, чтобы обеспечить здоровье и безопасность этих пушистых амбассадоров дружбы и мира.